очень страшно нет, это пушки всем привет записываю подводку в той же грязной футболке в которой проводил онлайн концерт если вы его пропустили, жаль повтор доступен, ссылочка находится в телеграм канале ну и давайте смотреть реакции здравствуйте как у вас дела, все ли хорошо? да везет, а я что-то плохо себя чувствую сегодня, приболел видать выздоравливайте спасибо большое, как вас звать, сколько вам лет? Катя меня зовут ее Вероника прикольно, меня Геннадий а вы из России? да, с Ростовской области, а вы? мы тоже а с какого региона? Москва о, столит, прям сама Москва или вот эти маленькие городки, которые рядом с ней находятся? Москва ничего себе а хотите, с вами этот сыграем в игру? в каком? я вам прочитаю четверостишее известное вы в школе, скорее всего, проходили а вы попробуйте угадать, кто кто его написал давайте вы сейчас в каком классе учитесь? в 10-ом я в 9-ом а, ну тогда точно знаете четверостишее очень известное сижу за решеткой в темнице сырой скормленный в неволе орел молодой охренеть я вас мой грустный товарищ махая крылом кровавую пищу клюет под окном клюет и бросает и смотрит в окно как будто со мною задумало одно ну что, знаете, кто это написал? да а, проверяйте в угле, да? Пушкин нет, это Пушкин это Пушкин да, а как стихотворение называется? это что? не помню узик узник, да вот так а есть еще одно четверостишее что-что? еще четверостишее еще четверостишее да вот такое есть четверостишее еще подождите 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 а, подождать это хорошо все, можно читать? да улыбнитесь, девушки, в метро возможно, день ее испорчен а улыбка ваша как билет до Сочи или яблок целое ведро улыбнитесь, девушки, в метро и улыбка всю тоску разгонит в этом душно мчащемся вагоне полном, как прибрежное бестро улыбнитесь, девушки, в метро улыбнитесь ну же, улыбнитесь и пускай между вами лягут нити сотни нитей вымышленных троп улыбнитесь, девушки, в метро хотите ей или кому другому улыбнитесь хоть всему вагону даже целой станции метро даже если сломано перо если мир ваш рухнул в одночасье подарите окружающим вас счастье улыбнитесь, девушки, в метро вот такой стихотай знаете, кто написал? нет нет? вот он понятно подожди 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 они вы очень похожи думаете очень похожи, да? да, есть чуть-чуть есть чуть-чуть, да? ну ладно, тогда чтобы уже, знаете, чтобы наверняка тогда уже вот так прикольно а мы на ютуб попадем? а вы уже на ютубе вы уже на ютубе прямой эфир а вы озвучиваете какие-то там, не знаю иногда письма? а этот эфир можно будет потом где-нибудь посмотреть? вы можете сейчас зайти его посмотреть прикольно охренеть я тоже очень рад, что вы рады скипайте вы старый не, подождите, почему старый? зачем вы так сразу обижаете меня? а сколько вам лет? мне 32 а вам? а мне 15 а вам кому? кто-то еще есть? мне а, ну, то есть а почему вам старые не нужны? ну, а со старыми не о чем разговаривать и разный ну, как бы контингент возраст совершенно разный и темы для разговора ну, вот смотрите, например вы знаете кто такой Александр Сергеевич Пушкин? я знаю кто такой Александр Сергеевич а знаете какие-то из его стихов? знаю какие? не помню вот видите но у нас же уже вот видите, уже есть о чем говорить о чем? о стихах Пушкина что вы? что вы расскажите мне о стихах Пушкина? могу вам стихотворение Пушкина рассказать? а вы мне лучше Маяковского расскажите а какое Маяковского? а про розы давайте про розы? да вот этот а только его знаете? у Маяковского? нет, я еще знаю какие-то произведения но хочу вот от вас услышать про розы, да? стране нужны паровозы стране нужен металл вы любите розы а я на них вы про это стихотворение говорили правильно? или про какое-то другое? именно про это, да? что такое? ваши зрачки стали гораздо больше да ничего, все хорошо все в порядке все в порядке а, ну ладно тогда возвращаемся обратно тогда вернемся давайте хорошо что еще вам рассказать? да, что вы еще можете а все что угодно у меня челюсти болят от улыбки да, это же хорошо а вы представляете? вы представляете? хотите они у вас сейчас еще сильнее будут болеть от улыбки? давайте представляете? представляете? кто? кто? а? сейчас стрим? 2000 человек в онлайне смотрит вас да? да пипец а что? а давайте канал? я подпишусь давайте канал Дмитрий Кравченко называется так что подписывайтесь реально что ли в театру лентки да вы не на смесь людей в театру лентки в эфире я просто шокер реакции хорошенькие не забываем ставить лайки вот так вот пальчик вверх пальчик вверх здравствуйте здравствуйте а вы гадалка? нет блин, похоже думал может этот погадаете мне нет, я не гадалка ладно, а как звать вас? Вика Виктория меня Геннадий очень приятно очень приятно с какого города? секрет секрет я с Ростовской области из Городовикова далековато да, но вы наверное с Сибири скорее всего откуда-то чем тут занимаетесь расскажите просто общаюсь а на какие темы? я только зашла а то я короче просто тоже недавно зашел но я зашел чтобы мне дали обратную связь сможет смотря что вы спросите не, а я стихотворение написал вот и мне нужна на него обратная связь ну типа хорошо, плохо там нравится не нравится и так далее ну давайте стихотворение называется принцесса Софи вот тогда специально ну не для вас тогда вы же не Софи да но скажите тогда понравится вам или нет хорошо мой прекрасный аленький цветочек выросла и вовсе не узнать стали платья твои уже и короче сдержанно задумчиво грустна книги все на полке запылились спрятан был забыт велосипед ты теперь расцветший нежный ирис требуешь внимания к себе быстро ж позади осталось с детства выбитых у школы стекол треск в твоей речи слышу я кокетство глаз заметен дикий адский блеск каждый от твоей стервозы стонет просит прогони или позови предо мной уже не маленькая Соня предо мной прекрасная Софи сердце расчехляет барабаны не жалея бьет и бьет в висок по моим нейронным автобанам мысли совершают марш бросок сколько тех синиц тобой сраженных а теперь журавль на рубеже глядя на тебя ревнуют жены даже самых преданных мужей я готов прижаться прямо к дулу и вручить запасный пистолет ждал тебя и эту пулю дуру очень 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 много лет вау неожиданно неожиданно но бывает а зачем вы так голос кривите почему кривлю у вас так резко голос изменился так это же программа которая голос меняет я так удивилась да знаете на кнопочку нажимаешь и голос меняется не? не вот такая кнопочка супер знаете тоже не знаете вы очень красиво прочитали стих спасибо мне очень приятно до свидания до свидания здравствуйте меня звать Геннадий как вас Вика и Арина очень приятно что делаете тут расскажите еще просто так сидим что-то общаемся а разговариваете да? да а я своим зашел творчеством поделиться да чем занимаетесь? я написал новое стихотворение вот и хочу чтобы люди там оценку ему дали какое оно нравится там не нравится поняли ну давайте оно про расставание там про поезда вот вам ничего не грустно можно прочитать да давайте хорошо называется поезд отходит вот такое специально для Арины и Вики поезд отходит поезд отходит десять минут эхо вокзала привычное вроде хлещет меня как кнут снова утянут электротурбины длинный железнодорожный состав в город мой так же сильно любимый как и твои уста этот вокзал беспробудная пьяница не просыхает годами от слез вдоль папирона прощаясь тянется лес молодых берез мы проросли в тайники глубинные если соцветия глаз не лгут и пары как сцепившиеся карабины топчутся на снегу эхо вокзала кукушка цоя только не выбрать уже маршрут глажу целую твое лицо и окраине пять минут жарче признание крепче объятия голос дрожит но ищу я текст эти вокзалы мое проклятие место и встреч и бегств это было неожиданно очень очень красиво но самое главное что вам понравилось очень понравилось очень такое видите значит не зря и перья я заточил острочку вот так очень очень круто прям вообще спасибо большое а вы этот ну сможете тогда подписаться там поддержать меня в соцсетях если вам не сложно да конечно давайте только напишите а вот так канал называется вот смотрите дмитрий кравченко хорошо хорошо подпишемся скоро добавлю вас в какой-нибудь из роликов хорошо будем ждать как вас звать как дела да меня зовут Лена у меня это все нормально Лена или Лера Лена Лена Елена очень приятно меня Геннадий очень приятно сколько вам лет 23 ого простите я думал что вам лет 14 если честно бывает а вы что-то грустная какая-то вас кто-то обидел ну нет просто на такое настроение хотите вас повеселю немного давайте я сейчас короче напою вам мотив песенки попробуйте угадать что это за песенка тататара татаратай татаратара таратарат ого колдуна блин офиг вы знаете такие песенки ничего себе ну это конечно ладно это было легко тогда давайте чуть-чуть чуть-чуть усложним задачу Я прочитаю вам известное четверостишее. Вы попробуйте угадать, кто это написал. Давайте. Вот такое. Я люблю тебя такую разноцветную. Разноплановую и разноформатную. За то, что разбужен губами рассветами. За то, что украден глазами закатами. За то, что на нервах моих, как на клавишах, играешь в симфонии Баха, Бетховена. Ты мне, безусловно, и дико нравишься. И этим любовь моя вся обусловлена. И этим она на бумаге подчеркнута. В кавычки взята, на цитаты развалена. Мне нравится знать тебя тихо и чокнутой. Мне нравится быть с тобой сильным и раненым. Мне нравится пальцами мчаться по линии твоей аккуратно очерченной талии. Знакомить тебя с Федерико Феллини. И знакомиться с тем, как ты видишь Италию. Не верить ни в то, что живут все законами. Не в то, что твердят в новостях и на кабельном. А видеть, как прячется, ждет нас за окнами наш собственный мир. Для кого-то неправильный. Не знаете? Сначала было похоже на Есенина, потом строчки пошли абсолютно другие. Это точно не Цветаева. Ага. Ну, вам понравилось самое главное? Мне понравилось, но чувствую себя, что это что-то более современное. Что-то из 20 века 100%. Это даже больше из 21 века. Тогда не знаю, кто это. А вот он написал. А кто это? Я не вижу. Миша? Михаил? А, Дмитрий. Дмитрий Кравченко написал, да. Ну, вам понравилось? Да, я даже не знаю, что это за парень. А вы загуглите его. Я вот уже гуглую смотрю. Очень мало сейчас поэтов, кстати. Да, к сожалению, вымирает жанр. Ну, сейчас более такой. Какой-то много песен разных. Тоже с талантливыми исполнителями. Удалось загуглить? Угу. Ну, на вас чем-то похожи. Да? Да. Ну, не знаю почему. Очень странно, очень странно. Чего-то он вдруг на меня-то похож. Это вы? Ну, конечно же, это я. Кто же еще? Не, ну, серьезно. Ну, давайте вот так. Может быть, вам вот так будет проще идентифицировать. А, нифига себе. Ого. А почему все время вам должно было вообще золотую дать? Ну, да золотой идем. Идем к золотой. Совсем скоро будет доступен предзаказ вот этих двух книг. Их очень мало будет. Но те, кто хотят получить, вся информация будет также в телеграм-канале. Если вы вдруг еще не подписаны, ссылочка в описании. Ну, и оставьте комментарий, что вы думаете по поводу всего происходящего в этом ролике. Мне очень важно ваше мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!